Уходимся в Курстиной отеле, на Казан-саммите и выставке «Раша Халяне Каспо». Потому что у меня одно время ассоциация была с мусульманкой, это женщина, которая сидит дома. Спрос у нас превышает наши предложения по халяне птицам. В принципе, мы можем с вами посотрудничать, я не знаю, ты, наверное, не на камеру. Да, да, точно, все вспомнилось. Я думаю, меня не одобрят, иншаллах. Я поэтому и спрашиваю, зачем несколько сертификатов, одного недостаточно. У нас четыре класса зерна, первый и второй класс идут на экспорт, третий класс, что-то остальное третьего класса практически нет. Слава алейкум, уважаемые друзья, всем мир. Как-то часто бывает на своих мероприятиях нет возможности и времени записывать какие-то комментарии, видео. Поэтому, пользуясь тем, что сейчас проходит Международный Казан-саммит, будем записывать, что здесь происходит, общаться с участниками, с экспертами, с участниками выставки. Поехали, бисмилля. Слава алейкум. Что-нибудь скажете? Я хочу вас поприветствовать. Первый день прошел очень активно, очень гостеприимно. Мы провели, я сам лично провел более 15 встреч, и мы сейчас направление активного туризма продвигаем. Смотрите, я активный мусульманин, россиянин, москвич или в Казани живу. Куда мне поехать отдыхать халяльно? Я бы сегодня предложил, это Сибирь, Красноярский край. Интересует, где можно найти вот эти вот турпутевки, да, описание, что они халяльные, где их можно купить. Это все в едином каком-то сайте или там нужно куда-то позвонить. Это открытая Сибирь компания. Там все ваши... Там директор Наталья, звоните, говорите, от Иршата Юнусова вас принимают. Есть вип-туры на вертолетах, то есть на вертолетах... То есть каждый проект нужно искать самому, через вас. Мы сейчас их купируем, делаем, когда вот сейчас мы соберем пул такой, и мы их выставим на сайте МАИБа. Будем очень ждать, присылайте информацию. Друзья, заходим на выставку Раша Халяль Экспо в рамках Казан-саммита. Раша Халяль Экспо здесь идут различные мероприятия для посетителей. Вы откуда? Самара. Это бывший Халяль Трейд, да? Да, 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 бывший Халяль Трейд. Да, все. Как дела у вас идут? Хамбрэля. Иди, Халяль Трейд, да, я. Ну хорошо, успехов вам. Челный фуд. Очень много всяких вкусностей. Московская и Пензенская компания, я так понимаю. Челный мясо, местное татарстанское. Дамате, Турбаслинский, Равис, Челябинская область, Индюжина, Каусар. Дениночка, давай про нас интервью. Давайте, чем вы занимаетесь, расскажите. Вот у нас есть Исмайер Хазрат, который прям полностью готов и расскажет более комфортно. В заработке, ну это уже все работает. То есть мечеть историческая, административная часть, да? Это есть специальные комнаты для Никаха от 13 до 200 человек. Ну это услуги в принципе в мечетях, ну часто бывает. А что вот еще у вас к Халяль-Сити относится? Еще раз, кафе-бал, ресторан-бал, гостиница мусульманская, есть для детей детский садик. Кто ведет этот проект и как он финансируется? Это все садика людей. То есть у вас благотворительный фонд? Да. То, что вы ищете здесь на мероприятии? Это новые знакомства, возможно, интересные проекты, да, которые мы сможем реализовать на своей территории. И, конечно же, это дополнительные инвестиции, где люди смогут свои средства вложить в пользу мусульман. Это колбасная продукция, видимо, очень популярная. Каусар. Все продается, все можно купить. Что-то не продается, оказывается. Так, тут у нас наши топоры. Актуальная для мясного производства тарханская вода. Минеральная. Халяль-гайд. Ресторанчик софра-кебаб. Здравствуйте. Вы угощаете или продаете? Мы и угощаем, и продаем. Я чуть-чуть угостить нас чем-нибудь. Пожалуйста, что вы? Немножко жарко, поэтому лимонад. Нет, я просто попить. Апексин, лимон, сахар. Здесь холодный маку, но немножко добавить. Спасибо. Самый раз. Дальше тебе детей. Здесь Дэна Трейд. Чем занимается компания? Ингредиенты для мясопереработки. Доктор Тмин. Салам алейкум. Салам алейкум. Вы снимаете как сделка проходит? А у вас уже сделка проходит? А, ну у вас не крупная сделка, я так понимаю. Не на миллион рублей. Как каждая сделка, это сделка. Хорошо, барракетные сделки вам. В чем особенность вашего масла? Есть же эфиопское, египетское, там, я не знаю, много. Мы используем только эфиопские семена. Почему? Потому что у них самый мощный фармацевтический эффект у эфиопских. А где вы производите? Производим мы его в Башкортостане, город Уфа. Стоимость, да, вот для оптовика и для розницы? Ну, это цены обговариваются для оптовиков индивидуально, а розничная цена, допустим, 100-мл бутылочка стоит у нас 580 рублей. Так, достаточно высокая цена, насколько я знаю, парень. Цена высокая, но качество намного выше этой цены. Вы позиционируете как элитный продукт? Мы его позиционируем как качественный продукт. Тут что-то косметическое, масла, восточный мир, девушки, платочки. Так, агросила. Агросила – это крупнейший холдинг татарстанский. Мясо птицы, можно попробовать. Молоко, халяль, акашево. Продукция агросила. Аравийская улица. Что-то мы это прошли ее. Аравийского ничего не увидели. Наверное, вот здесь, да. Ansar for Hotels. Отели. Видимо, в Саудовской Аравии. Знакомые лица. Салам алейкум. А что у вас пусто? Где ваша продукция? Или это не ваша продукция? Продукция вот разыграли. Убра. Убра? Да, да, да. Убра разыграли. Отправили из Уфы человека. Барракатная будет поездка. Пусть барракатная будет поездка. Аминьява. Здесь тоже Саудовская Аравия, но, видимо, уже здесь не Саудовская Аравия. Просто переговоры. Тоже наши участники Московской выставки Half Food. Здесь представлены ассортимент и люля-кебаб, и фарш куриный, окорочка, шашлыки. И, в общем, тут есть, есть, да, выбор. Салам алейкум. Ну, как дела? Что скажете? Очень приятно вас видеть сегодня здесь на Руси Халял Экспо. Вы ищите. Вот у вас производство халяльное, да, вы недавно даже завоевали признание, как лучший халяль продукт по одной из номинаций. Что вы сейчас, какой этап развития компании, чего вы ждете от рынка? Ну, иншаллах, мы сейчас берем новый этап для себя. Это экспортные поставки. У нас прошла фабрика аккредитации Российского Хознадзора, страны таможенного союза. Это, в первую очередь, мусульманские страны. Это Казахстан, Киргизия. Вот сейчас у нас переговоры прошли с киргизскими нашими братьями, с казахскими. Во вторую очередь, как бы, на российском рынке подчеркнуть наше присутствие на этом рынке, имидж, показать, что у меня есть. Какой у вас сейчас охват по российскому рынку? Где вы уже представлены, где вас можно купить? Ну, мы представлены от Якутии до Крыма. Как вам удалось за достаточно короткий срок вот такую географию охватить? Ну, в первую очередь, это барак от Всевышнего. То, что мы строго соблюдаем те стандарты халяль, которые должны быть на производстве. Ручной забой. Это протекущие мусульмане, да, которые отвечают всем требованиям. И постоянный контроль. И, ну, главное, может быть, еще один фактор, то, что обратную связь мы всегда отремоним от наших партнеров. Даже от тех покупателей, да, то есть от простых людей. Какая самая популярная позиция? Тушка? Тут, наверное, филе, филе бетра, вот именно вот это самое такое. Какие у вас сейчас объемы? Ну, свыше 600-700 тонн в месяц. Этого хватает на все эти регионы? Да, да. Ну, мы плотно сидим по Положскому федеральному округовцу. В Москву сейчас от Хауна потихонечку зашли. Наращиваются объемы планируются? Да, да. Аль-Хаммля, у нас мясопередочный комбинат, как бы, это часть холдинга, агрохолдинга. Сейчас строится еще одна площадка. Спрос у нас превышает наше предложение по халянию птицам. Возможность наращивания объемов есть, да? И какая максимальная мощность, которую вы можете заполнить? Ну, вообще, сам завод производит, то есть, реализует в день до 500 тонн. То есть, вот у нас наша мощность. То есть, почти в 30 раз можете видеть? Если у нас будет клиент в будущем, иншаллах, мы сейчас проходим аккредитацию от футнадзора, страну уже мусульманского мира, персидский залез. Вот, если у нас будет спрос оттуда, то мы можем полностью наш переработать. Чего вы ожидаете в ближайшем будущем от вашей компании? Что мы ожидаем? Мы ожидаем дополнительно своих партнеров увидеть, познакомиться. И, соответственно, увидеть еще больше на полке, в рознице, свою птицу. У компании достаточно широкий ассортимент. Здесь представлены продукты, в основном, из мяса птицы. С говядиной не видно? Ну, говядина у нас, она идет в полутушах. Мы продаем пока и жилованные для производителей в Монолите. То есть, как бы, здесь мы ее пока, ну, физически не можем ее здесь представить. По Москве еще расскажите подробнее, как у вас дела с Москвой и где можно приобретать? Ну, сейчас у нас торговый, наш партнер есть на Фудсити. Потом есть у нас торговый представитель, который осуществляет развозку по Москве в Московской области. В Магните вы представлены еще, но не в Москве. Да, торговая, да, сеть магазинов Магнит представлена. Это Республика Мордовия, Пензенская область, Ульяновская область, ну, ПФО. А как вы конкурируете? Вот вы говорите, что есть то, что в Татарстане, да, если не ошибаюсь, по Волжье. Как вы конкурируете с местными крупными производителями, кто, ну, достаточно хорошую поддержку местную имеет от государства? Ну, в первую очередь, Всевышний помогает. Наш Дуа делаем. А потом уже, соответственно, качество продукции. Можете поподробнее. У нас не клеточное содержание, а гуляющие по всему. То есть, там процесс выращивания, прежде всего. То есть, выращивание, да, карма, потому что у нашего агрохолдинга, частью которой являемся мы, да, более 90 тысяч гектаров земли. То есть, мы сами выращиваем зерно. Мало закупает агрохолдинг. То есть, сбалансированное кормление. То есть, исключены какие-то такие, ну, те примеси, которые дают, там, запах, подкожное много жира, да. Там кость, она не тяжелая, а такая довольно-таки легкая, что не удорожание происходит птице. То есть, вот эти факторы, они в конечном счете дают выбор. С учетом этого у вас, получается, себестоимость продукции должна быть выше, чем в среднем по рынке? Да, мы говорим, что наш не низкий сегмент, у нас такой средний сегмент, наша птица. Но все-таки, как бы, мы конкурируем, ну, ручной забой. Для закупщиков важно, чтобы было ручной забой? Да, сейчас больше всего больше становится требований именно по ручному забою. То есть, мусульмане, даже не мусульмане, да, они уже хотят, чтобы только ручной забой был. Вы как-то на упаковке это отмечаете, что ручной забой? Да, у нас есть. Вот только ручной забой написано. Ага, все, видим, видим. Это на упаковке тоже стоит, да? Да. Вы говорите, что собираетесь активно осваивать экспортные рынки, но, на наш взгляд, вы можете по России еще активно тоже развиваться. Зачем вам экспорт? Ну, у нас есть, поймите, что при экспорте, куда? Это мусульманские страны. Мусульманские страны какие нужны птицы? Мелкой птицы. То есть, традиция у них поедания мелкой птицы. От 0,9 до 1,4 кг. В России же мы реализуем птицу 98% это крупная птица. Это от 1,7 до 2,2 кг. Это мусульманские страны, которые нужно реализовывать. А есть мусульманские страны, где она нужна. Вот и все. Хорошо, ну, желаю вам успехов в дальнейшем развитии. Спасибо большое, Мадина. Ну, с помощью Всевышнего, с помощью вас, конечно, спасибо вам тоже, что нас поддерживаете. Так или иначе, вот. Надеемся с вами тоже сотрудничать. Миша-ла. Вам тоже успехов. Спасибо. Салават-у-фа. Аль-Калям. Детские издания здесь. Детские книжки. Умаленд. Детские изделия. Козы. Салам алейкум. Вот, девушки, козы, вам надо срочно кушать, чтобы анализы были хорошие. Он очень полезен беременным женщинам, честно, девушкам. Хороший гемоглобин поднимает, это раз, чистит кровь и очень полезен ребенку в пае, потому что ребенок рождается, вот знаете, вот идеальными этими, вот Аллаха Шикар. Можете, конечно, мыть руки, но перед этим желательно намазать маслом, даже обычным подсолнечным, чтобы вода не трогала, да. Потому что вот сам цвет, он проникает в слои кожи и с каждым слоем кожи он отслаивается. Народей. Мужки. Это у нас Сиемал, немецкий автономок. Народей. У вас есть уже халяльная продукция? Да, в этом году мы сертифицировали нашу продукцию из дикоросов, то есть это варенье, напитки и конфеты. То есть не мясо, то есть мясной продукции нет? Мясной продукции нет. Я где-то слышала про оленину, это не про вас? Оленина, это другая фирма с Ямала, возрождение, вот у них сертифицирована халяль. У вас получаются дикоросы, ягоды, варенье и рыба. А в чем специфика вашей продукции? Специфика нашей продукции в том, что, во-первых, это не искусственно выращенная ягода, она собирается в кунде. Первое, что второе, что мы в свою продукцию не добавляем никаких консервантов. Эта продукция полностью натуральный продукт. Уже в Татарстане доступна она продажа? Пока что нет, пока мы наложиваем контакты, очень способствует в этом сегодняшняя выставка. И заключаем первые соглашения и контракты. Желаю вам успехов. Спасибо большое. Здрасте, у вас туристическое направление? Халяльное, да? Да. Здесь туристические компании, как понимаем мы, Турция, Turkish Airlines, халяльный туризм в Севастополе. Здравствуйте. Здравствуйте. А в Севастополе есть халяльный туризм? Да. В Севастополе есть, и разрабатываем сейчас проекты в институте. Это же наши участники. А из косметикс. 120 рублей на 100 часов. Мыло по 120 рублей. 100 рецептов красоты. Сегодня у нас все по низким ценам, ниже чем в холодильнике. О, в холодильнике. Смотри на холодильник. Ниже чем в магазине на 20, 30, 40%. Где-то примерно в этом районе. Чапан. Тагестан. Казанский кооперативный институт представляет различные направления. Малые предприятия, да? Судейнические, есть какие-то там дальше. Казбитовые. Цельный зерновой, без муки и без дрожжей. Без муки? Без муки. Цельные пророщенные зерны. Это уже просто. Сколько он в рознице получается? От 35 до 50. Тут выяснилось, что есть наши зрители нашего канала. Ассаляму алейкум, рахматуллахи ва баракятух. Была очень безгранично рада увидеть Мадину. Альхамдуллах. Это просто большая честь. Почему? Потому что действительно, ислам нуждается в поддержке, компетентных людей, людей, которые привносят в ислам. Альхамдуллах, созидание. И силы, насколько мы знаем, да? Не в агрессивности как раз таки, да? А умение налаживать мосты, контакты. И, соответственно, наша платформа говорит о том, что мир светский, мир исламский, архамдуллах, гармония, создает нечто очень красивое. Красивое настолько, что действительно ты начинаешь верить в то, что наш мир, наш мир – это прекрасное место, где можно жить и радоваться. Где урбан стайл может стать платформой для погружения в себя. То есть духовное и внешнее развитие, социальное, оно становится одним. Диана, вы точно наш канал смотрите? А знаете, почему я говорю? Потому что, знаете, я не представляю духовность без материи, и, соответственно, материю без духовности. И насколько грамотно вы растолковываете основу шариата в нашем светском обществе, оно, конечно же, оставляет неизгладимый отпечаток. То есть основа исламских финансов. Основа исламских финансов, да. Это почему? Потому что исламские финансы – это о чем говорит? Это говорит о халяль. А вы сами пользуетесь исламскими финансовыми услугами? Знаете, у меня есть предпосылки к этому. У вас компания, да? Наша компания называется «Доктор Тмин». Да, «Доктор Тмин». Мы находимся в Уфе, да. Мы производим масло черного тмина, то есть свое производство. Эфиопские зерна, семена, эфиопские семена. Контракт с Эфиопией. Пообщайтесь с представителем вашей компании. То есть вам, в принципе, актуальны исламские финансы? Конечно, конечно. Нам интересны вложения, нам интересны инвестирования, нам интересны развития. То есть развитие не только на российском рынке, но и на международном, соответственно. И в силу того, что мы не совсем компетентны в религиозных моментах, да, о том, как это сделать грамотно в рамках шариата, этой платформы, естественно, мы пользуемся для улучшения, так скажем, компетенции в этой области. Потому что это очень важно. У нас, кстати, вот как раз сегодня мы снимали интервью с финансовым домом Амаль. Я думаю, вам тоже будет интересно посмотреть. И ждем ваших вопросов. Благодарю, благодарю. И в Эфиопе у них тоже есть представитель. Амаль? Да. Это дом, финансовый дом. Первый раз об этом слышу, на самом деле. Спасибо, что у меня глупышка просвещает. Иранская компания. Да. И очень интересные такие конфетки, красивые. Продукция в России уже представлена? Да, да, да. У нас представительство в Москве. В Казани первый раз выставляемся. И надеемся, чтобы в скором времени в ваших магазинах, в вашего города, чтобы появились наши продукты. У вас производство в Узбекистане, да? Да. Мы сами являемся производителями. Сам производство находится в Узбекистане, городе Ташкент. Нужен эмиратский бренд. Из эмиратов? Представляем сок из Арабских Эмиратов. Натуральные соки без содержания ГМО, красителей и консервантов. Каким образом сонно? Сок поставляет напрямую в Россию море. Растамаживается и приезжает к нам в Москву. Хранение без консервантов как происходит? Хранение происходит за счет экоупаковки, биоразлагаемой за два года. Это пластиковая бутылка, разработанная компанией Ландор. И за счет того, что идет щадящая пастеризация, крышка упаковывается под определенную температуру. Это 60 градусов. Вы представитель в Казани или вы приехали из Эмиратов? Судя представителя в России, в Москве. Получается розничная цена. Розничная цена получается 200 рублей. Это литр, да, получается? 50 рублей в литр это в Казани. В среднем цена по городу от 190 рублей до 230 в среднем. То есть такая вот... Есть у вас на пробу? Да, конечно, можно пробовать. Да, с удовольствием. К сожалению, у нас есть ассортимент закончился. Очень популярны соки среди покупателей. У вас еще не только яблочные, да? У нас и пипетропик, и манго, и дыня. Это сок яблока. Сопроцентное, легкое, мягкое, без сахара. У нас творили сок и степень приемношные. Соотвечаемся от российского. Еще один стендерс, видимо, из Узбекистана. Халва, додо. Халва, додо. Не только халва, тут, по-моему, еще косметика. У вас косметика, да? У нас косметика, у нас полезные продукты из Узбекистана, у нас натуральные масла, у нас соки. У нас сгущенный сок, гулзор гармонии. Сгущенный сок? Сгущенный сок. А что значит сгущенный? Концентрированный? Сгущенный виноград, гранат, папайя. То есть его надо столовую ложку в день. Он тонизирует, он дает энергию, он повышает иммунитет. Ну, то есть для того, чтобы мы все были здоровы. Ну и к чемпионату мира по футболу. Такой стерпки, но такой приятный вкус. И получился такой очень нежный коктейль, который обладает, скажем так, хорошей покрывной способностью. То есть он защищает кожу с ног до головы. У нас интернет-магазин, мы являемся поставщиками компании Мехрегио. То есть той продукции, которую они производят в Узбекистане. Вы эксклюзивные представители? Мы, да. И мы еще у нас, называется торговый дом Эко-Био-Натура. Мы собираем все вкусное, полезное, хорошую, эффективную косметику. В Алмай у них был такой мед с маслом. Они угощали, намазывая на хлеб. Очень вкусно и питательно. Продукт у нас замечательный. Это мед с маслом смешанным. Масло у нас топленое, 99%. Мед у нас цветочный. Все фермерская, органическая еда. Откуда, с какого района? Производится в Апасовском районе, деревня Каратун. Мы вообще... Татарстан. Да, мы из Казани. Ну, мы как-то решили, что надо возрождать традиции. И вот забрендировали. У нас запатентованное производство. Мы только вышли, это наша первая выставка. Поэтому, надеюсь, все пойдет хорошо. Спасибо большое. У нас пока подъем мы не измеряли. Потому что это наш первый такой выход. Поэтому мы... А производится, честно говоря, не скажу. Надо уточнить. Пока у нас малый объем. Мы только-только, да? Придем в таком тубусе. В таком у нас красивый есть тубус. Это сувенирное подарочное. Эта баночка у нас идет, получается, в тубус. Вот там... Сколько стоимость так? Вот именно подарочный с тубусом стоит 500 рублей. Сама банка отдельно можно купить за 200. Кондитерская фабрика вкуснотеев. Татарские сладости, чак-чак. Печеньки, халяль. Здравствуйте. Пару слов скажете? Сюда лежа. Ладно, хорошо. Тут продукция из Мордовии. Семечки. В основном семечки, несколько марок. Козлык. И урбеч. Сномалийку. Вот сколько видов урбеча. Арахис, конопля, кокос, фисташки, тыква, миндаль, грецкий орех, абрикос. Тут, в общем, все не перечислишь. Мы представляем компанию, которая производит натуральную ореховую пасту урбеч. Она уже тысячелетиями употребляется в пищу в Дагестане, на Кавказе. И сейчас она распространение берет по всей России. Это очень эффективный, очень ценный такой продукт. Большое содержание микро-макроэлементов. Ну, общая идея была, она как-то возникла, ну, спонтанно, можно сказать. Просто хороший продукт. Она на данном моменте, ну, на данном этапе нашей жизни очень много химии различных, всяких добавок, Е. Но мы хотели, чтобы ввести такой продукт, за который не было, во-первых, стыдно, и чтобы он нес пользу людям. У вас сейчас объемы? Ну, на данный момент у нас где-то 2-3 тысячи банок в месяц, но каждый месяц мы увеличим свои объемы. Да, мы его позиционируем как элитный, потому что мы специально отбираем сырье, определенное хранение, потом особый мелкий помол, чтобы исключительный вкус был. Департамент продовольствия, социальное питание Казани, ну, уже съехал. Наши партнеры, Совкомбанк, Халва Халяль. Тут уже идет сделка, видимо, то ли оформление, то ли прием заявки на оформление карты. Что за карты пришли? Карты берут, да. Карту хотите? Халяль. Ну, вчера я поинтересовался этой картой. Интересный проект, в принципе. Хотел бы себя привезти, потом с имамами города тоже встретиться, им предложить рассказать, показать. С какого города? Казани не знают об этом. Не все знают. Не все знают. Не все знают. Так-то то, что одобрено Советом Уленов в духовном управлении, это уже громко звучит. Одобрение как раз Совета Уленов только на дня. Машелло, машелло. Ну, Муфти сказал, что да, она одобрена уже. Ну, вот они еще не всем дают. Могут сейчас отказать. Ну да, они там одобрение делают. Я думаю, меня не одобрят, иншаллах. Не одобрят? Одобрят, одобрят. С Казани вы, да? Уфа. Уфа? Тут вы Анвар, да? Да. Я хотел у вас участвовать недавно в коллеге, потому что не успел организоваться. В следующем году мы еще на Кырку-Парамонике. Миша, ладно. Сколько стоят ваши годы? Так, эти по полторы тысячи, три тысячи, эти по шесть. Руки цены хорошие. Ну, нормально, нормально, да. Нормально в Казани способна аудитория? Ну, вполне, да, вполне. И, собственно, да. Успехов вам. Рахматура. Казета, салам. Салам. Средства. А у вас два сертификата, да? Да, два. Московский международный центр. А зачем два? Это в России. Ну, вообще в России 15 систем. Я поэтому и спрашиваю, зачем несколько сертификатов. Одного недостаточно? Просто такие были пожелания. Страны закупчиков, да? Да. Двойные расходы. Мы идем на встречу нашим клиентам. Почему расходы? Просто, честно говоря, очень редко встречаю компаний, которые получают несколько сертификатов российских. К этому можно по-разному подходить. Почему расходы? Это будущие прибыли. Ну, да, можно так. А главное, как говорится, клиент всегда прав. Да, наши средства можно использовать везде. Можно использовать в школах, детских садах, там, где вообще не производят мясо. А в чем халяльность вашего продукта? В том, что она не содержит запрещенных компонентов. То есть не только не халяльных, но и вредных, я так понимаю, да? В том числе, да. То есть вот, вы можете сфотографировать. Нету хлора, нету фенолов, нету альтегидов. Нету той химии, которая вызывает аллергию или заболевания. Хорошо. То есть так вы бизнесом или благотворительностью занимаетесь? Ну, на сегодняшний день, как бы, на сегодняшнем мероприятии мы именно освещаем данное мероприятие, которое будет проходить у нас уже во второй раз именно на Казанской академии тенниса. И причем новшеством данного мероприятия будет то, что оно будет проходить два дня. То есть 26-го числа для мужчин, для братьев, 27-го числа оно будет проходить для сестер, для женщин. А для детей? Ну, все вместе, как бы уж, я думаю. Очередной бренд Халяй Косметики. У вас новая какая-то, да, линейка? Не помню такого бренда на рынке. Производство находится в Индии, мы дистрибьюторы по России. Давно работаете? Нет, только с конца прошлого года, 2017. То есть бренд Амаль, да, или чисто для России стоил? Бренд Амаль – это для России. Интернет-магазин Амаль. Бренд Индии – Иба. Иба. И какая стоимость, получается, вашей продукции? Нет, я даже не могу по стоимости. Не знаете, да? По стоимости не могут сориентировать. А сертификат Халяй у вас, получается, с Индией, правильно? Ага, индийский сертификат. Вот сейчас нам покажут. Халяй Индия знаем, да. Цельнозерновая мука у нас, аликсалам, аликсалам, аликсалам. Мы официальные представители завода-производителя цельнозерновой муки. Так, а в чем суть такой муки? Суть в том, что, во-первых, зерно третьего класса у нас, а краснодарское в большинстве случаев. Третьего – это хорошо или плохо? Да, у нас четыре класса зерна. Первый и второй класс идут на экспорт. Третий класс… В Татасане третьего класса практически нет. А почему первый-второй на экспорт? Это считается самой лучшей? У нас вот такой, да. Самое лучшее отдаем за рубеж? Да, к сожалению, делимся. А сами довольствуемся тем, что есть. А есть родители, но и… Так, у вас халяй, да, сетевкаты есть? У нас халяй, сетевкаты нету, но у нас все без примесей. У нас производится через… Сетевкаты? Да. Зерно молится на каменных жерновах. Это как давным-давно минницы, вот еще прапрабрадеды наши были, через каменные жернова потихоньку, слой за слоем, снимается каждый слой зерна. Соответственно, все полезные зерна, качества остаются. Отруби ничего не отделяется. То есть, все… Потому что вальцевый метод нынешний, который есть, он разделяет зерно на три вида. То есть, первый-второй сорт зерна, муки, это все, что не упало вниз к высшему сорту. Трясито стоит. Давится зерно, то, что не раздавилось наверху, остается средний. И самый нижний белый – это эндосперм. Это вот белок. По сути, самое бесполезное, что есть. Оно высший сорт идет. А у нас же этого ничего не отделяется, все целиком. Поэтому у нас полезные… Цена сильно отличается от обычной магазинной муки? Потому что процесс производства. Допустим, самое дешевое у нас – это ржаная, 70 рублей килограмм. По-моему, не сильно дороже? Ну, не сильно, да. А самая дорогая? Самая дорогая у нас полбиная, 110 рублей полкило. То есть, килограмм – 220 рублей? 200. То есть, в зависимости от объемов и дешевле, это настоящее. Покупаются люди? Да. Мы только три месяца здесь, в рынке в Казани, 3-4 месяца. И люди нас находят довольно… Вообще, с какого региона? Мы сами казанские. Мы просто, как официальные представители, нашли этот продукт и привезли в Татарстан, в Казань, именно непосредственно для людей. Откуда привезли? Из Тамбова. Из Тамбова? Да. Завод Тамбове стоит у нас. Как вообще? Есть спрос? Хорошо идёт. Да, да. Мы здесь встретили на выставке 3-4 человека наших постоянных клиентов. И они очень довольны. Ну, потому что, когда люди к нам приходят, мы спрашиваем, что готовите, как готовите. И, ну, как говорится, отзывы. И все довольны прям. Ко мне один мусульманик куда шла, поставляешь, говорит, неделю, говорит, ем, говорит, ваш хлеб из вашей муки и похудел, говорит. Старент многие дома же готовят хлеб тоже. Это очень сейчас популярность, один мусульман особенный. Потому что, к сожалению, сейчас нынешний хлеб, что-то добавляет. Спасибо. Злаки. Да, у нас продукция для... Это функциональное питание, для поддержания здоровья, для активного долголетия. То есть, питаясь этой едой, это еда наших предков, вы получаете в пользу витаминов. Все это у нас делается на производстве Башкирии. Проращивается, не да, вот такие вот композиции заканчика. Что это такие? Попробуйте, это долганчатый лако с черным тимином специально для этой ярмарки сделали. Можете угоститься вот с чем это. Здесь с кефиром, основа кефир, да, мы размешали. Дома можете так же. То есть, очень хорошо, кстати, во время кормления голоди, во время беременности, потому что это поддерживает здоровье материней. Кефир, любой? Кефир, да, ваш Казанский взяли, у вас киносчастье. Знаете, на самом деле, вот просто скажу, я когда вас вижу, я вдохновляюсь, потому что у меня одно время ассоциация была с мусульманкой, это женщина, которая сидит дома, которая не работает, которая занимается... При этом мы сами мусульман. При этом я сама мусульманка, и я себя равняла под этот, понимаете, сегмент, так скажем. Сейчас я вижу, что исламский мир, он гораздо шире, чем я думала, что можно заниматься бизнесом, можно развиваться, можно вкладывать, можно расширяться, то есть... Саламу алейкум. Алейкумсалам, Адин Аханам. Какая экземпиция? Очень красивая. В прошлом году я здесь, но это красивая. Какая красивая? Да, да. В прошлом году был маленький, а сейчас в прошлом году, и больше, чем в прошлом году. Это прекрасно. Какие проблемы в халале сейчас, в вашем мнении? Проблемы нет, не проблемы в халале, проблемы в людях. Проблемы? Люди混зают все, халал, и халал в Куран, но люди混зают все, иншаллах, и мы будем делать нашу лучшую. Иншаллах. Аллаху forgive нас. Саламу алейкум. 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 Алейкум.